приветствую всех зрителей канала богема news это проект не все дома и у нас гуру психоэмоциональных перегрузок головного человеческого мозга алексей красиков приветствую привет огромное количество наших подписчиков под видео пишут как пережить расставание с любимым человеком и к сожалению в последнее время люди меняют своих партнеров чаще чем выходит последняя модель айфона с чем это связано вообще действительно тема расставания эмоциональных срывов по этому поводу она достаточно популярна за мою практику она имеет две основные проблемы да то есть человек может прийти ко мне со словами я расстался мне плохо или прийти ко мне с вами у меня есть невротические расстройства есть тревога депрессия апатия и за этим стоит не прожитое расставание поэтому я сегодня попробую достаточно сжато но емко объяснить хотя бы основные узловые механизмы что происходит и что можно делать что такое а по поводу а по поводу айфонов и по поводу вообще гаджетов знаешь тут такой философски неоднозначный вопрос потому что брака был убит когда марк цукенберг создал фейсбук и то что люди меняют партнеров я может бы скажу какие-то страшные вещи сейчас но мы живем в ту в тех реалиях когда человек может развиваться очень интенсивно и если его партнер не развивается также интенсивно и девушка или парень понимает что его партнер начинает его тормозить не соответствовать уже вот этим вот внутренним ожиданиям и внутренним нормам но грубо говоря человек очень сильно эволюционирует да очень интересно просто они начинают очень быстро расходиться по ментальности плохо ли то что они расстались нет но если человек действительно вот так интенсивно развивается и просто его партнера никак но не успевает что в этом плохого поэтому тут неоднозначно по поводу сравнения с гаджетом можно сравнить о том что человек просто меняет каждую неделю да там это какая-то невротическая история там заедание своей самооценки и так далее а может быть так что просто девушка понимает что она никак не может найти мужчину который наконец-то ее возьмет за руку и скажет пойдем не бойся мы все вместе сделаем приходится ей нести за руку в какой-то момент она просто устает тогда вот ты говоришь не про непрожитое вот это ощущение расставания да хорошо приходит девушка и говорит я рассталась молодым человеком у меня вот есть не пережитое вот это чувство но не могу никак пережить что мне делать с чем нужно бороться да за что нужно взять я понял объективно говоря здесь нету какого-то одного совета или лекарства да потому что часто кстати вот панические атаки и неврозы они возникают это симптомы паники до вегетатики начинает возникает тогда когда расстался человек с кем-то то есть пришла девушка это у меня панические атаки невроз там страх и тревога когда началось а год началось полгода назад а что происходило полгода назад я рассталась парня а бывает так что девочка рассталась 33 раза с разными парнями и хоть бы там слон куда-нибудь наступил она бы даже не вспискнула почему потому что для каждой девочки и мальчика есть свои уязвимости если в детстве есть определенные предпосылки к важности семьи важности заботы внимания определенные чувства частной собственности до материнской там сыновей из материнско-детских материнско-сынових или там дочь-отец отношений вот там формируются очень такие тонкие механизмы наверно покрушить которые сейчас наших подписчиков не стоит когда расставание попадает в очень болезненный момент поэтому не все люди при расставаниях испытывают неврозы и депрессии по поводу того что делать можно пойти опять же глубоко можно пойти популярно до для подписчиков первое что необходимо дать себе время потому что когда вы что влюбились что расстались это два эффекта а любовь это наркотик на твой взгляд это биохимическая реакция любовь это и это эффект это эмоциональная реакция это эмоциональная реакция на совпадение давно уже доказано что того эффекта который был первые два-три месяца после того как вы встретились никогда больше жизни не будет если только что-то не изменится вдруг какие-то обстоятельства все это эффект на когда вы расстались если давай так чтобы нашим зрителям было понятно есть два основных драйвера которые запускают эффект вот по расставанию первое это ожидание и это называю принцип прожектора второй это болезненное самолюбие его да что касается первого представь себе что ты смотришь в темнота лес ночь ты приносишь софит студийный на мосфильм из ты взял до приехал значит подключил такой огромный это его направил столб света в лес и у тебя освещается лес там какие-то звери бегают размножаются и ты вот видишь вот узкую колею этого леса и ты понимаешь что там за в лесу кто там живет какие-то дерево да вот есть луч света которая светит в этот лес и и вот если парень стал для девушки или де или парень для или девушка для парня стала вот таким прожектором в будущее семья дети лабрадор загородный дом ну представь себе это вот сюда парень познакомился с девушкой девушка приходит нас на встречу играет ты знаешь вчера познакомилась значит там с колей коля такой обалденный значит мы через полгода полетим с ним в индонезию сделать мне предложение на берегу там индийского океана на острове бали потом нас родится дочка потом родится сын значит дочка будет у ирины санны винер заниматься художественной гимнастикой а сын пойдет заниматься хоккеем потом мы купим загрязный дом у нас будет зеленая лужайка бегать белый лабрадор бади и мы все вместе будем фотографироваться значит у камина он приходит на следующий день к этой девушке видишь нам надо расстаться как расстаться у нас лабрадор у нас до не кормлены и у нее вот этот вот прожектор в будущее просто выключается и это психотерапия называется обрыв спереди то есть человек настолько вперед нарисовал себе картину что когда вдруг человек принимает решение передумать перехотеть переосмыслить поменяться сейчас мы об этом поговорим к это физиологически происходит точки зрения по нейропластичности если вам интересно не переключайтесь чек настолько нарисовал себе эту картину вперед что когда она вдруг выключается это аффект понятно примерно да да то имеют принцип прожектора поэтому первый совет никогда не ставьте на мужика или на женщину ставку на будущее смотрите в реальность нам с тобой сегодня хорошо я не знаю как будет в будущем я знаю что вам сейчас классно мы стараемся решать все наши вопросы но как оно будет через какое-то время я не знаю что случится поэтому тут надо исходить из пожеланий я бы хотела чтобы в будущем у нас было все так как мы бы хотели вместе но может случиться все что угодно тогда вы немножечко закидываете себе страховку от этого принципа прожектора потому что если вы будете рисовать сами вот это будущее которое вдруг там кирпич на голову пал там пьяный навстречку вылетел да там еще что-то случилось то тогда сила эффекта будет высока вот это первая часть вторая часть тоже очень важная она касается самолюбия очень много людей плачут от жалости к себе меня бросили это значит я хуже как то там с ним а кто там с ней а кто там значит ее и из он кого то есть на самом деле мы путаем жалость к себе путаем жадность путаем гордость путаем обиду с чувством любви у меня знаешь были парни в терапии которые приходили не они смеялись они гитрю что не понимаешь что с вами происходит не так моя девушка достала на мой там уже два года и расставались неоднократно я все сказал все мы больше не могу давай расстаться расставаться они расстались прошла неделя он увидел фотографии как она там ходит по ресторанам что-то так это как то это стало себе я понял что я ее люблю я начал не спать ночами стал ей писать наяривать там света прости мы все-таки созданы друг друга ягод и и вернул и через три дня сел игры зачем и успокоился да но это зачем я это сделал и вот тут он начинает понимать что на самом деле это про инстинкты и это исключительно про собственничество это инстинкт охотника может быть такой истинкт идиота а не охотника охотник он поумнее хотя бы хотя бы это делает для чего-то а это просто для коллекции это мое это про это про гордость мое вот это мое я никому не отдам и мне самому уже не надо но я не отдам никому поэтому очень многие спутали вот этот вот эмоциональный аффект жалости к себе тоски под названием а я же так вот отдавал этому человеку со мной несправедливость да несправедливость гордость обида многие называют к сожалению это любовью это не так поэтому вторая часть которой мы работаем это про гордость но если ты любишь человека вообще если говорить про любовь это это желание чтобы человеку было все хорошо ну ты когда любишь свою кошку ты же не занимаешься не сексом ты просто кормишь мать любит своего ребенка не потому что она занимается с ним сексом а потому что она хочет чтобы у него было все хорошо это природный инстинкт заложена природа так это есть любовь любовь это про искреннее желание быть полезным и чтобы человека было все хорошо неважно с тобой он живет или не с тобой ежедневно или ежечасно это вообще не про секс это вообще не про это вообще не про вот про собственничество можно любить девушку любить парня который женат там или она замужем за другим человеком и ты любишь потому что ты знаешь что в любой момент она тебе позвонит и ты поможешь но спит она не с тобой потому что когда ты как раз таки любишь девушку любишь парня секс не очень как правило а секс вот неплохой когда ты не очень испытываешь какие-то чувства но это же другая тема мы об этом наверняка поговорим на канале по поводу секса и любви поэтому чтобы справиться с этим эффектом надо задавать себе вопрос что во мне сейчас задета вот что задета гордость обида чувство частной собственности гордыня инстинкт под названием кто там ее теперь или к или на кого он меня променял я хуже я лучше то есть мы туда работаем поэтому чтобы с этим справиться надо интеллект включать и если честно не всегда это получается на состоянии первых аффектов потому что когда человек только расстался и вот этот прожектор выключился или обида включилась эмоции поднялись и с интеллектом там все сложно как правило когда эмоции поднимаются как правило когда эмоции поднимаются чек не думает поэтому первое что надо это задавать себе вопрос что во мне сейчас будоражит то есть что я воспринимаю за любовь с кем она там рисуются же такие картинки знаешь вот это вся моя вселенная и так далее вторые половинки это вообще большая проблема там много работы на самом деле с убеждениями много работы именно с состоянием предубежденности что такое любовь самому можно пережить вот это расставание не обращаясь к специалисту я думаю да если ты понимаешь куда работать то есть если ты упоролся идею что твоя вторая половинка которую водят там значит какой-то вася за за забор то конечно тебя будет колбасить если ты понимаешь куда работать и почему у тебя возникают такие эмоции то сможешь но опять же это требует очень большого самодисциплинарного контроля к своему эго не все мужчины способны это пережить потому что для них это все-таки все что касается самолюбия я яиц самооценки членомерства доказательства для них это очень болезненно они скорее и вернут и будут относиться посредственно она будет с ним любовь это не про ты моя любовь это про то что я хочу чтобы тебе было это жертвенность это не жертвенность это искреннее желание чтобы человеку было все хорошо не обязательно тут на амбразуру бросаться за этого человека кто тяжелее переживает расставание мужчины или женщины на мой взгляд одинаково но не но переживания разные это очень интересно исследовать в статистике одинаково кто обращается или как но у мужчины есть тестостерон и у мужчины есть вот эти вечные комплексы под названием и дипов комплекс до под названием конкуренция мужчины все конкуренты да они там друг другом меряются у кого какая шкура у кого какая самка рядом у кого какие копыта там и так далее а у девушек другие инстинкты поэтому переживает расставание девушки больше из-за проблемы будущего с кем она будет потомство нестабильность придется самой выживать а я не выживу то есть там вот такие вещи да а мужчина переживает то что по яйцам далее понимаешь потому что не мое потому что со мной так потому что мне несправедливо потому что обидно то есть это две разные планеты про переживание вообще разные планеты вообще а какие возрастные категории к тебе обращаются чаще там допустим 16 18 по официальной статистике инстаграм и youtube средний возраст 21-35 почему именно такой возраст это становление личности к это статистика но на твой взгляд по аналитике но я думаю что это самый активный возраст когда человек эволюционирует набирается того самого опыта могу рассказать как это происходит может быть интересно что такое нейропластичность что до последнее исследование на конференции ted были опубликованы нейропластичность это способность головного мозга к изменениям к обучению трансформации так вот я хочу чтобы вы поняли что человеческая личность это осколки множества интроектов множество других людей то есть на мы состоим из массы примеров важных для нас людей какие-то люди какие-то кумиры авторитеты фильмы кино каждый день ежедневные контакты какие-то вот образы мыска это как мозаика все себе мозаику вот представь себе что у тебя была одна личность одни цены хорошо давай по-другому вспомни или вспомните сейчас все какие мужчины и женщины вам нравились 15 вспомните какие мужчины или женщины вам нравились 20 23 20 25 примерно все одинаково а вот большинство людей не будет все одинаково да большинство людей скажет что в 15 у меня были вот такие идеалы в 19 были такие идеалы 23 мне были вообще другие дела мы говорим про внешние или про внутренние моральные ценные внешние и так далее то есть мы увидим что чек каждые 35 лет при наличии его интенсивного развития с точки зрения образования социума интеграции в социальную там жизнь мегаполиса то есть каждые 35 лет у человека могут меняться убеждения ценности взгляды предпочтения вплоть до кардинальных и это нормально это абсолютно эволюционный процесс поэтому когда ты говоришь я в 2000 году любила его или он любил ее а через три года они ломают друг другу челюсти на кухне сковородкой вот удивляться не приходится потому что то что с ними было в 2000 году за три года при условиях их определенных изменений до могут произойти изменения очень серьезные вплоть до кардинальных и люди никак не могут это научиться понимать что люди меняются и это нормально кто-то испытывает чувство вины как это так я эволюционировала или как это так у нас вот разошлось так бывает вообще современный ритм это очень информационно насыщенное пространство где действительно партнеры часто не успевают друг за другом именно поэтому мы сейчас видим разводы поэтому сейчас видим недолгие браки потому что традиция браков в 80-х там в ссср да когда все было очень латентно и очень понятно да то есть советском союзе было понятно как она будет через 5 через 10 через 15 лет примерно понятная ситуация когда ты сегодня живешь в современном ритме у тебя на буквально на одном планшете все социальные сети все варианты и возможности скорость твоей трансформации очень высока и поэтому с партнерами вот возникает гораздо больше проблем алексей что бы вы хотели пожелать нашим зрителям зрителям нашего канала хотел бы вам пожелать прежде всего задавать себе вопрос как я отношусь к человеку я испытываю к нему чувство частной собственности я хочу подчинить этого человека или я хочу страдать во имя него если вам больно во время расставаний это про вас это не про вашего партнера поэтому тут вам нужно работать именно над собой спасибо алексей спасибо дорогие друзья оставляйте свои комментарии и вопросы под этим видео в следующий раз мы рассмотрим более детально эту тему измены причины измен и ревность и не забывайте про наш колокольчик нажимая на него вы будете всегда получать новые свежие видео и будете в курсе всей информации от канала богема news и видимо тогда у вас все будут дома пока